доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити уважаемые наши контрагенты это видео записано прежде всего для наших контрагентов мы сейчас с вами находимся на одной из страниц нашего контрагента здесь видны другие наши контрагентов я мышкой вожу за конец лето у нас на данный момент 20 26 08 мы заключили конец лета начало осени активный такой период как всегда мы заключили несколько новых договоров в плане нашей основной работы по обеспечению безопасности человеческого фактора наших ряда крупных предприятий российских и соответственно у нас происходит обновление мы отправили несколько наших сотрудников на учебу несколько наших сотрудников пошли в отпуск несколько сотрудников поехали в рабочие командировки о чем я говорил в предыдущем видео и сейчас я бы даже хотел продолжить то что было сказано ранее значит что у нас еще происходит некоторые наши контрагенты уже это заметили мы обновили текущее наше программное обеспечение на новую версию то есть мы работаем активно с тем программным обеспечением которые уже есть она становится более стабильным более надежным и больше более таким я бы сказал более перспективным вот как ни странно это слово больше всего подходит тому чтобы мы смогли получать более интересную информацию о человеке об обследуемом работники и соответственно строить какие-то более точные выводы по своим дистанционным психофизиологическим обследованиям это то что касается нашего текущего программного обеспечения и сейчас мы начинаем работу надо новыми проектами вернее так проект один но он требует от нас разностороннего подхода разносторонних там способов программирования на разных языках программирования и так далее взяли на работу понятно это на принципах фриланса заключение договоров с крупными айти конторами вернее так их три то есть одна контора очень небольшая контора эти контора а две конторы очень крупные но это условно говоря вообще можно ли так говорить по отношению к идти разработкам крупная мелкая нет скорее всего все опять же зависит от человеческого фактора от конкретных людей от так грамотности вот этих самых молодых ребят программистов айтишников каждый из них как правило в большинстве своем специализируется на чем-то своем да то есть кто-то хорошо пишет на джаве кто-то пишет на флэш кто-то пишет на там php сайты разрабатывает так далее так далее так далее то есть это достаточно сложная отрасль я небольшой в этом специалист но тем не менее как руководитель научно-прикладного центра акме я этими вопросами должен заниматься и мне это признаться нравится то есть новые работники новые договора с нашими контрагентами перспективными на основе новых каких-то программных средств то есть мы знаем чем мы будем через какое-то время обладать и что это позволит нам делать в плане диагностики прежде всего поэтому будем так говорить не о крупности или мелкости этих контор а о головастости тех или иных программистов в общей сложности обобщая все таки это это проще так говорить это три три конторы две крупных одна мелкая это исключительно айти производства это именно производство основанное на разных принципах программирования прежде всего в основе основ лежат языки программирования и те цели которые мы преследуем своей работе в целях обеспечения культуры безопасности человеческого фактора безопасности производства основе которых лежит этот самый человеческий фактор кадры решают все вот такая вот новость кроме того лаборатория расширяется и в плане психофизиологического состава сейчас мой заместитель шемберге измени с андрей чем буквально несколько дней неделю может быть полторы и две занимается вопросом расширения кадрового состава лабораторий подбирает новый персонал я думаю что это в перспективе будет два три четыре пять новых сотрудников поэтому не пугайтесь значит если он кто-то будет отвечать кто-то новый там по телефону или отписываться по ватсапу по нашим контактным адресам новые сотрудники должны прийти но это так к слову основная информация как раз вот касательно программного обеспечения один крупный проект но он состоит из несколько подпроектов не сказать что они мелкие они объемные каждый по-своему но тем не менее то есть проект один он подразумевает написание нового программного обеспечения как итога вот это требует от нас разносторонних подходов разных программистов разного уровня разных направленностей повторюсь еще раз веб-разработчиков там специалистов пишущих на таких языках как питон си плюс плюс джава и даже флэш вот такая вот новая информация одним словом мы не стоим на месте пытаемся развиваться совершенствоваться это неизбежно то есть в любом случае у нас возникают мы люди все беспокойные возникают новые идеи что улучшить мы живем по принципу эволюционному не революционному то есть исходим из реальной действительности делам подходим плавно постепенно исходя из непосредственной потребности в обеспечении вас дорогие видео слушатели контрагент прежде всего психологи если слушают сейчас меня психологи психофизиологи достойным программным обеспечением есть у нас и хлеб и как говорится масло на этот хлеб то есть и методики бланковые и методики автоматизированная компьютерная которая требует от нас 21 век и наша основная деятельность наш основной вид деятельности по обеспечению культуры безопасности человеческого фактора в области промышленности промышленного производства и так далее вот собственно вся информация новая информация которая о которой я не могу не сказать на этом все благодарю за за внимание и удачи вам